Да, я считаю, что изменилось, отношение изменилось, потому что люди стали более ответственно относиться. Я, во всяком случае, сейчас вижу, что в автобусах ездят все в масках. А весной этого не было, и летом тоже. Ну, конечно, большинство понимает опасность, но, видимо, не все. Есть противники, ношение масок. Мы видим по телевидению, в сообщениях, что не все понимают. Я считаю, маски надо носить, в том плане, что это ответственность перед другими людьми. Ну, маски, да, носят. А как вы думаете, с чем это связано, ваше мнение? Ну, коронавирус, он уже более реален стал. Столько зараженных за день. И стали более ответственно относиться к такой реальной угрозе. Мне кажется, повысилось. У нас все в масках, по-моему. Вообще нету таких людей, которые прямо категорически отказываются носить. У нас законопослушный народ. А лично вы почему носите маску? Ну, я хочу, допустим, если вдруг я заболею, мало ли что, или у меня бессимптомное течение болезни. Я ведь могу кого-то заразить, а так, по крайней мере, хоть какая-то защита. Пусть она не стопроцентная, у меня не респиратор третьего класса, но, по крайней мере... Спасибо вам большое. Здоровья вам. Спасибо. Ага. Конечно. Каждое утро едешь в маршрутке, и люди садятся без маски. А почему нужно носить маски? Почему нужно носить маски? Ну, защищать себя, семью свою, детей, родителей. Ну, это самое главное сейчас, здоровье. Спасибо большое, спасибо. Нет, еще не хватает, не хватает ответственности. Ну, что там вот, сегодня я слышала по радио, еще какая-то вечеринка была в каком-то лаунж-баре. Не хватает ответственности. Ответственности только вот у нашего главы. А у нас, у всех не хватает. Спасибо. Я считаю, вот сейчас с наступлением зимы лучше стало. Летом многие ходили без масок, без перчаток. А сейчас, может быть, зима повлияла, то, что маска вроде как, она еще и тепло создает, правильно? Ну, вообще-то стали лучше относиться. Спасибо вам большое. Здоровья вам. Вам тоже. Ага.